так ребята вы тоже скажите что-нибудь я вас тоже послушаю привет алексей шелепаев поделился трансляцией вконтакте спасибо так сейчас мы немножко еще тут по тип по технике так все нам дали нам дали жару видите как успели прям отлично так как слышно как видно ставим плюсики в чат кто нас видит услышит и погнали сейчас у нас запускается наш . у нас гостях сегодня интересные ребята ага александр все вижу плюсик все вагон все огонь ребята у нас сегодня интересный тарман деминов который делает и все под ключ у него очень много регалий я не буду все называть если надо вот он нас отвалился что у него с интернетом что-то с интернетом у него в общем роман демидов он у нас делает оси под ключ у него есть успешные проекты за границей насколько я знаю о них он говорить не будет или будет это вы уже у него спросите сами в чате вот то есть он умеет делать и всего собирать деньги и так далее дальше у нас в гостях артем головачев и алексей першин это наши как говорится приглашенные ребята у которых проект на стадии при сего у романа что-то с инетом может отключиться ребята на стадии при сего будут в конце этого месяца и начало следующего будем следить как у них там пройдет сейчас они на вот таком первичном этапе и они расскажут о своем проекте у них платформа дезинстрализованных инвестиций если кто она занимается трейдингом кто инвесторы пожалуйста то есть внимание и смотрите на проект и готовьтесь к прессе вы если он будет вам интересен романом и пока что-то теряем не можем подключить у нас все камеры сбились за это к сожалению сейчас друзья можете пока по поздороваться всем пока муром вечер сейчас ищем им привет сейчас ждем романа что-то у него с инетом ребята можете пока рассказать наверно о себе пока мы романа ждем сколько комментарий столк заiał у нас пока камера немного съехала ткан алло пропали да 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 вот сейчас через телефон зашел читать через компьютер или сеть ребята вас вы поговорите ваш что-то не слышно 1 2 все можете начинать и про себя рассказывать и про свой проект чем я пока у камер настрой раз у нас телефон полетел то есть либо телефон включился и сейчас мне надо опять камеры поднастроить чуть-чуть как говорится в прямом эфире ничего страшно это у нас прямой эфир ребят можете начинать все на связи алексей слышно антон да 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 слышно так ну что начинаем да 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 всем еще раз привет меня зовут алексей першин со мной мой коллега артем голодачев я являюсь села проекта вместе артем наш технический директор что же такое вместе вместе эта платформа децентрализованных инвестиций дающая возможность инвестировать криптовалюты фонды портфели и частных трейдеров доступно прозрачный безопасный в чем ценность нашего проекта первая основная проблема которую мы решаем это прозрачных данных мы предоставляем инвестору marketplace где он может выбрать трейдера или фонд и быть уверенным что те данные о результатах работы которые он видит являются подлинными также он может быть уверен что его деньги не присвоят себе какие-то мошенники многие фонды сейчас не дают прозрачной отчетности для своих инвесторов и зачастую их официальные показатели не обгоняют рост без коина таких примеров мы видим очень много потому что контактируем с фондами и это не может радовать при текущей ситуации многие хорошие трейдеры просто напросто не могут привлечь инвесторов так как не обладают компетенцией необходимыми для создания рекламы некоторого фонда вторая проблема которую мы решаем она очень актуальна сейчас это безопасность инвестиций наш на нашей платформе нет необходимости передавать свои активы криптовалюты и другие токи они всегда находятся на счету инвестора инвестор передает лишь доступ к совершению сделками а все остальное берет на себя платформу мы первыми разрабатываем и внедряем экспертную систему которая будет блокировать мошеннические сделки то есть платформа берет на себя роль шлюза и блокирует все сделки направленные на слив депозитов таким образом инвестируя через нашу платформу вы можете быть уверены не только в том что ваши деньги никто не может вывести но и были в отсутствие вариантов мошенничества со стороны трейдера ну и наверное еще одна важная особенность решаемая проблема это доверие то есть сейчас на традиционных рынках очень большое недоверие к вам счета и другим инструментом форекс мы решаем эту проблему вообще проблема недоверия к подобным сервисам и рынкам что положительно скажется как на профессионалов управления финансами так и на людях желающих грамотно инвестировать свои средства в отличие от форекс брокеров мы не зарабатываем на наших клиентов а наоборот работаем по системе win-win зарабатывает трейдер зарабатывает инвестор зарабатывает платформу ну и не стоит забывать что работать из нашу платформу это удобно если вы новичок и не знаете как войти в крипту или что делать просто покупки криптовалюты то вам на нашу платформу могу подробнее описать на пальцах как это работает если еще непонятно ну представьте что вы пришли в торговый центр и вместо магазинов и можете выбрать профессионального трейдера или другого управляющего вашими активами например портфельного менеджера буквально нажатием пары кнопок ваше средство переходит под его управление но всегда остаются на вашем счету и под вашим контролем вы можете в любой момент остановить работу с ним и подобрать более подходящую кандидатуру работая через платформу инвести вы можете быть уверены в реальность существования трейдера и в подлинности результатов его работы а экспертная система позаботиться о сохранности активов а есть шагну готовы чтобы протестировать рабочий вариант конце недели на начале следующий мы выпускаем прототип платформы но там будет пока что не так много функционалов но к проведению прессе о публичного мы уже выпустим альфа версию там уже можно будет потыкаться посмотреть а возможности и к самому оси он уже выпускаем такую более полноценную демку где будет больше функционала платформа ну такая довольно тяжелая разработка поэтому с трейдингом да да а вообще в россии в россии это вообще фон по поводу трейдеров вот этих вот мошенников этих непонятно что они там графиках эти японских свечей там сидят там что тыкают зарабатывает на завод не ходит не работают что такое как вот с этим вот работаете как-то или нет ну то есть есть же такой фон бы скорее всего до общей массы из или вас не интересует общая масса как целевая аудитория или вас конкретно трейдеры вот эти вот интересуют ну первую очередь платформа создана не для трейдеров а для инвесторов как бы не проблема найти трейдеров они зарабатывать через нашу платформу поэтому отбора желающих мы сейчас не видим и как бы основное преимущество это то что они там себе ничего не нарисуют для чего вообще блокчейн в нашем проекте все результаты работы трейдера вообще история по сделок и что блокчейн и естественно не мы не трейдер не можем что-то нарисовать на в интерфейсе что там супер доходные уже там зная историю сделать историю его сделать мы не публикуем естественно мы просто по ней смотр показываем результаты его работе инвестор может выбрать допустим доходность там за неделю за месяц так далее максимальный процент посадки ну и другие параметры которые могут повлиять на выбор управляющего то есть инвестор который хочет доверительное управление да взять ой то есть отдать отдать да да таким образом мы как именно рассчитываем основная масса клиентов должна быть именно инвесторы и сначала мы рассчитываем на крипто рынок но надеемся что у нас получится привлечь сюда и клиентов из традиционных рынков потому что вся прелесть технологии блокчейн здесь будет раскрываться и она будет использоваться по назначению так это все ну такая водная может в принципе подробнее рассказать вот смотрите а я сейчас немножко просто я немножко изучал ну это в свою если можно сказать молодость всю эту историю вот у нас пока вот так вот на экране будет романтичном телефоне у нас вот изучал трейдинг и так далее я понял что вам нужны инвесторы в плане чтобы отдали свои там миллиарды в доверительное управление вот это да целевой сегмент вас интересует да будут заходить к вам на проекте на при сего всего например то есть вот то есть это же разные люди правильно не обязательно это разные люди это может быть и один человек то есть человек который проинвестирует ложится в токены на при сего я всего он дальнейшем может использовать платформу как быть трейдером на этой платформе так и сам передавать средства управления я понял окей еще что-нибудь скажите про свой проект интересного давайте может подробнее расскажу про то как все это работает плане вот я упоминал что у нас подданность гарантируется запись у нас если в чате есть кто-то кто занимается трейдингом и криптовалют в том числе то может быть у вас какие-то будут вопросы вы можете писать в чат и мы будем озвучивать ну по рейтингу очень там не очень интересно если же расскажу то есть результаты работы всех трейдеров записываются блокчейн это значит что они ствердно их не подделать инвестор выбирая трейдера по открытым рейтингом может быть уверен в том что кто управляет его активами в процессе работы трейдера по исполненным ордерам данные по эффективности работы трейдера выгружается блокчейн сначала отдельное сервисное приложение собирают данные с внутренней базы данных и производит анализ прироста денежной массы в базовой валюте на счетах управляемых каждым конкретным трейдером после этого данные по их публичным айди сжимаются в объект коллекции потом отправляется в блокчейн любой пользователь может скажем так сленгова дернуть метод смарт-контракта блокчейн-ноды проекты проекта и посмотреть достоверность этих данных то есть потому что как происходит процесс вот в веб-интерфейсе вы видите результаты трейдера но здесь конкретно вы можете сказать там ребята нарисовали до классную историю на самом деле сами собирают деньги потом там непонятно что с этим я и будет если есть такие сомнения нас будет инструкция как подробно ну как все это реализовано можете посмотреть смарт-контракте и убедиться достоверности такой принцип работы платформы полностью подтверждает децентрализованность платформы и в отличие от существующих на традиционных рынках систем мы не можем повлиять достоверность результатов пользователей то что вся информация подлинные публично второй важный аспект вот чего сейчас нету почему-то никто об этом не заботится у нас будет экспертная система мы знаем много примеров видов мошенничества они все известны полу традиционным рынкам ну все не все большинство такие наиболее популярны соответственно все операции которые будут происходить которая считается трейдером они проходят через экспертную систему инвестив на первом этапе разработки система будет построена на основе базовых моделей алгоритмов которые уже сказала используется на рынках форекс у нас есть не публичные адвайзеры будут и публичные адвайзеры по этому направлению мы будем собирать отдельную команду тестировщиков тестеров трейдеров прошу прощения которые будут тестировать эффективность нашей экспертной системы мы будем носить не доработки изменения в дальнейшем уже к этому модулю мы интегрируем систему машинного обучения amazon веб-сервис что будет давать высокий показатель надежности и чем больше операции через себя будет пропускать система тем скажем она будет становиться умнее и шанс мошеннических действий будет становиться все ниже и практически будет сводиться к нору алексей поскажи пожалуйста вот такой вопрос а для чего вообще сделать неужели раньше или сейчас данном случае нет каких-то гарантий для трейдеров и тех же самых инвесторов которые сейчас например отдают свои деньги в управление таким же проверенным трейдером который через компании и так далее то есть ну вот для чего а мы сейчас про крипто рынок а именно про крипто ну нет это если мы говорим про крипто рынок то есть он сейчас не регулируется ситуация не дублируется с обычными нет почему у нас вообще такая ситуация что люди неохотно несут деньги форекс трейдер форекс брокер то есть одно дело саму торговать ты сам видишь как ты там сливаешь свои депозиты ну если молодец ты зарабатываешь совсем другое дело ка ты там кровно заработанные деньги принес видя доходность последний месяц 100 процентов мы понимаем что такого быть не может форекс рынка ты отдал свои деньги и потом вдруг коллапс трейдер ну не получилось и он слил все твои деньги происходит ли так действительность происходит трейдер действительно сливает потому что принципы работы традиционных рынков таковы что брокерам выгодно когда клиенты теряют деньги доход нашей платформы формируется из success fee то есть комиссия с результатов работы по доверительному управлению то есть мы ничего не будем зарабатывать если наши трейдеры будут инвесторы будут терять деньги поэтому такая модель должна позитивно сказаться на лояльности и приводить на нашу платформу все больше людей а есть у вас план я вот когда смотрю например смотрел фото пинка найти его любимый вопрос а что если нет помните песню этого семена слепакова по про нефть когда баррель там поднимется там на 50 долларов и все правительстве нашим ожидают что вот поднимется жизнь улучшится у всех и он потом припев него там а что если нет там мы же не просто так начали разработку платформы то есть изначально чем наша команда вообще те занимались разработкой алгоритмических систем которые просто говорить что роботов то простеньких роботов то есть у нас у многих членов команды есть хороший опыт именно по автоматизации торговой деятельности в традиционных рынках поэтому решили попробовать с этого начало естественно таким образом вливались комьюнити и видите те проблемы с которыми сталкиваются сейчас люди потому что много людей которые знают что да можно эффективно торговать много людей скажем так веков которые хорошо сливают депозиты на нервах так далее трейдеров тоже не меньше то есть мы видели это все естественно родилась гипотеза что такая платформа будет актуально вкладывать деньги ресурсы временные неподтвержденную гипотезу по крайней мере не очень разумно поэтому мы собрали фокус-группу заслали небольшой опросник там из 15 вопросов google doc и по результатам исследования скажем так поняли что может быть результаты после выпуска будут не такими как вопрос никах но по крайней мере это имеет право на жизнь и это актуально не такая бизнес модель рабочие роман ты вот как уже всего прошарены можно сказать что скажешь ну во первых у меня такой вопрос вообще на какую сумму рассчитываете сколько вам нужно денег у нас хардкет 14 2 миллиона а софткет 32 а то есть вы чтобы реализовать ваш проект с миллионов долларов хотите из людей да да могу поподробнее рассказать смотрите цифры берутся не с головы минимальная сумма которая необходима для разработки полного функционала платформы с которым все могут ознакомиться документах на сайте это 3 2 миллиона долларов этой суммы хватит именно на техническую разработку платформы и на скажем так стартовый маркетинг на то чтобы платформа начала набирать обороты хардкет 14 и 2 мы же понимаем что в таком бизнесе главное это продажа то есть недостаточно сделать хорошую платформу нужно найти пользователей соответственно эта сумма позволит нам осуществить глобальный маркетинг это раз во вторых существенно ускорить разработку самой платформы потому что мы сможем расширить команду разработки и в параллельном режиме разрабатывать различные модули системы то есть 3 2 миллиона это техническая часть а все остальное это в маркетинг ну как я сказал не только маркетинг то есть мы с таким образом сможем большую команду разработчиков квалифицированных специалистов у себя держать в разработке и это ускорит процесс а сейчас в этой сфере главное время а сейчас у вас команда сколько человек конкретно технических специалистов у нас сейчас 10 человек про не технических не буду рассказывать 20 подробностей команды вы можете ознакомиться у нас в сайте также на линк ты не добавить почему алексей здесь делит именно техническую не техническую команду да потому что я уверен что команда это наша сильная сторона почему потому что эта команда технических специалистов это люди с которыми я работал довольно долго и я знаю компетенции и мы можем адекватно оценить и доказать что такой продукт сделать в состоянии почему мы считаем этой сильной стороной потому что наверное ни для кого нет играть сейчас что много и все проводят команды ядро которых составляют маркетологи это неплохо это неплохо потому что они смогут этот продукт продать но чтобы что-то продать нужно что-то сделать так вот как раз наша команда в состоянии сделать такой продукт мы считаем это наши сильные стороны сейчас даст и все вообще ну даже не сессию вас прияйте вы наверное ситуации такая общая наверное процентов 90 они такие вот непонятные то есть взять бабла и как бы все поэтому сейчас очень много люди говорят ну которые пишут всякие обзор обзоры на и всего и так далее пишут как именно отличить мы что ли все которые выстрелит от того которые там просто денег собрать вот и в принципе в принципе у всех же есть тоже техническая какая-то сторона потому что и мне кажется и всего это в принципе проекты такие где больше ну именно технической стороны наверное понятно что маркетинг там реклама и так далее раме дико та же самая это все понятно но техническая сторона тоже есть и вы вы получаете вот у вас сейчас 10 до 10 плюс то есть сколько членов не сказали то есть 10 только технарей да все верно вот и вы хотите еще на сколько увеличить еще на 10 смотреть здесь здесь дело немного не в количестве да что здесь важно здесь важно что программный продукт который работает в enterprise режиме то есть в режиме боевом с несколькими сотнями тысячи пользователей это не только написанный программный код это код который протестирован функционально протестирован автотестами который на своей рабочей инфраструктуре подвергался нагрузки тестирования стресс тестирования установленный достаточно для этого инфраструктуру а с необходимой поддержкой и ресурсами на его апгрейд и поддержку первая вторая третья линии так далее вот и об этих об этих странах расходов обычно не упоминают почему потому что пока нет продукта по сути кто вам вам нужны аналитики вам нужны разработчики вам нужны а кольца соответственно специалисты но за пределами разработки до того как продукт доходит до конечной интерпрайс среды он проходит еще множество проверок так вот многие специалисты которые могут здесь быть серьезно полезны каким-то играю нагруженное тестирование стресс-тестирование мониторинг аудит системы это специалисты довольно редкие дорогие даже на нашем довольно большом российском рынке так вот именно поэтому у нас капа несколько больше включающие в себя не только разработку но и другие технические моменты потому что мы понимаем что они есть и мы понимаем что для того чтобы это было не просто картинкой не просто веб-страничкой на которой можно было кликать а это была полноценная система которая работает с настоящими деньгами все таки мы как криптосообщество считаем биткоины эфириум и так далее это настоящими деньгами это серьезная промышленная разработка это разработка уровня банковских систем с которыми я много лет работаю поэтому поэтому эти расходы важны поэтому этому стоит уделять внимание и поэтому мы считаем что у нас достаточно компетенции для того чтобы реализовать такой продукт и дать ему жизнь у нас роман как раз подключился когда мы говорили про то что ребятам них техническая сторона говорили про сложность всех этих сложность работы что вот эти люди которые необходимы дорогостоящие в том числе и ребята имеют большую техническую базу за плечами и знают о чем говорят вот роман продолжай что ты хотел дальше то есть мы говорили про деньги сейчас да вообще вот платформа сколько будет процентов иметь у меня вопрос процентов клиентов от кого то есть вот инвесторы вложили деньги чтобы трейдера трейдили приносили прибыли и потом вы говорите что именно какая комическая модель базовый success fee сейчас у нас пять процентов но помимо этого у нас чтобы дополнительные сервисы платформы такие как домосчет тестирование торговых роботов и многие другой функционал который тоже не пускать из вида он будет работать по системе подписки для держателей токенов и также будет доступен тем у кого нет токенов по скажем так менее выгодным менее привлекательным ценам но это все будет доступно и таким образом эти микротранзакциями мы тоже будем существенно увеличивать свою выручку романка есть отвалился не не слышно слышно то есть пять процентов получается вы будете иметь от чистой прибыли и 50 процентов насколько я считал вы будете отдавать держателям токенов распределять между держателем не совсем так смотрите роман 5 процентов это success и то есть если инвестор там удвоил свой депозит там у него было десять тысяч долларов стало двадцать тысяч долларов если мы торт берем как базовую валюту то пять процентов от чистой прибыли от десяти тысяч долларов это 500 но это не чистая прибыль платформы у нас будут затраты на поддержку на технических специалистов на маркетинг то есть это все постоянные расходы естественно чистая прибыль платформы это то что остается после того как мы учли все свои расходы и именно 50 процентов чистой прибыли самой платформы мы будем направлять на бирже на байбэк текущим ценам чем мы будем стимулировать рост стоимости токена как мы как инвесторы должны видеть ваши расходы прозрачность всего этого мы будем являться публичной компании мы сейчас процессе регистрации на острове мэн как вы знаете в законодательстве англии вообще в правовом поле очень строгие требования к отчетности перед компанией соответственно мы будем публиковать всю отчетность она будет публиковаться не только для инвесторов она в принципе будет публичной и поэтому все все желающие могут ознакомиться с ней свободным доступом понимать что чистая прибыль то есть кэшпол возможен только когда функционал платформы уже запущен здесь нам нужно понимать что после всего у нас какой-то период времени будет уйдет на разработку и тестирование того функционала который будет генерировать выручку именно с как success fee что же делать в таком случае чтобы токен не просел здесь у нас гибридная система использования токена помимо 50 процентного байбэка токены будут использоваться еще и как дисконт то есть снижать комиссию и как токены за подписку то есть на этапе бетки у нас уже доступны многие функции такие как тема счет сервер торговых роботов она скорее попозже в любом случае у нас будет уже какой-то готовый функционал которым могут воспользоваться все держатели токи таким образом сразу после всего необходимости в наличии у себя в кошечке токена будет то есть он не будет лежать там в надежде когда же они допилят как часто сейчас бывает вы можете использовать их сразу смотрите тогда такой вопрос а в случае если вы не набираете 14 миллионов я так понимаю деньги назад возвращаются инвестором softcap у нас 32 соответственно нам необходимо минимальная сумма 3 2 если меньше то да конечно же рефант но мы считаем мы сможем закрыть своими договоренностями с фондами поэтому я не вижу каких существенных рисков тому что проект не будет реализовывать то есть вы уверены чтобы 32 миллиона точно наберете да именно для этого у нас идут активные контакты непосредственно с фондами как традиционными но с ними сложнее потому что крипто для них что-то непонятное мы сами понимаем что они не привыкли работать такой модели но и множество крипто фондов и мы с ними ведем контакт с минимальной суммы 3 2 мы хотим закрывать чисто договоренностями с фондами как минимум чтобы быть уверенными случае если вы 2 миллиона 900 набираете то есть все средства возвращаются инвестором правильно так это у вас смарт-контракте под прописано да по смарт-контракту и вообще техническому решению давайте артем расскажет я думаю тоже будет интересно тогда по поводу смарт-контракта по поводу реализации айсио в принципе как способа продажи токена мы решили пойти по несколько не классическому для традиционных айсио пути и существенно снизить наши риски как риски безопасности так и риски прозрачности мы используем для того чтобы провести айсио коробочное программное решение от наших партнеров это open wedgers это битшерс как мы знаем да у них есть коробочный программный продукт для того чтобы осуществлять токен сэйв как на этапе пресси его так и на этапе айсио как это выглядит это личный кабинет с формой с возможностью приобрести токены через этот личный кабинет туда на вход может приниматься любая криптовалюта который поддерживается шейпшифт и фиат далее через их коробочные решения это конвертируется в эфир и поступает на наш смарт-контракт этот смарт адрес смарт-контракта нигде не будет публиковаться и сама по себе логика смарт она будет довольно простой довольно простой в том плане что он будет ориентирован только на выпуск токенов и начисление токенов весь основной остальной функционал который может если это реализуется целиком своими силами быть где-то уязвимым и сложным реализуется на стороне уже коробочного работающего решения окно и джер вот я ответил на вопрос окно вот смотрите алексей ранее сказал что на смарт-контрактах на блокчейне будет записываться записи о трейдерах об их успешных торгах но там не будут записаны ордера правильно а и тогда первое чтобы мы сразу не путались это разный смарт-контракт и смарт-контракт для проведения апрельсио и собственно основного села как токенсейла это первый смарт-контракт он ориентирован на выпуск наших токенов записывать сами ордера в очень а потому что на мой взгляд здесь большого смысла нет нам нужно записывать статистику нам нужно описывать статистику данные о доходности для того чтобы любой человек мог соответственно эти данные проверить они будут выгружаться блокчейн с некоторой регулярностью пока видится что чаще чем раз в сутки такая чаще чем раз в сутки в этом нет необходимости а я поясню блокчейн здесь не используется как sqd то есть как система хранения данных в реал-тайм режиме блокчейн работы это не так быстро даже скажем так традиционный графе по нашим оценкам и по переговорам с он для этого не очень хорошо подходит поэтому хранилище данных мы используем традиционные а блокчейн используется именно как систему публикации данных которые рефлицируются с нашим хранилищем смотрите алексей сейчас очень много децентрализованных разных платформ там бирж фондов разных и вот чтобы было более прозрачно вот как для инвесторов простых людей то есть сейчас эти фонды заявляют вот мы сделали 1000 процентов по факту они сделали 1000 процентов по факту это криптовалюта просто грамотный трейдер это вот он нужно видеть четко его ордер что он на пике продал на низах закупил на пике снова продал а то что они купили и выросла в 1000 раз в 1000 процентов криптовалюта они говорят это мы наторговали но это не они наторговали как вот вот это быть как мы должны видеть это все я скрывать просто опубликовать действительно он наторговал это вам стоит понимать фонды сейчас показывать доходности 1000 процентов используя базовую валюту доллара и принципе любой разбирающий человек может посмотреть что доходность в долларах не обгоняет от битка здесь нам нужно понимать что есть инвесторы которые будут вкладывать биткоины до в торги использовать их как базовую валюту некоторые фильмы некоторые езди соответственно они могут посмотреть результаты доходности трейдера и максимальную просадку и другую аналитику естественно мы не будем давать по базовой валюте чтобы было понятнее вот у меня был один bitcoin я его дал трейдер мне не принципиально насколько вырос bitcoin в цене за этот период мне главное чтобы у меня был не один bitcoin на скажем там через полгода у меня стало два соответственно здесь я вижу доходность 100 процентов в биткоине то что в долларах это отдельно считаем там bitcoin мог упасть мог вырасти почему мы не публикуем ордера ну все-таки ордера это довольно такая не публичная информация мало трейдеров которые захотят делиться своими торговыми стратегиями тем более этого не будут делать фонд поэтому тех данных которые мы будем показывать будет достаточно для того чтобы инвестор мог сформировать четкую аналитику по результатах работы трейдера или фонда роман здесь роман видимо он просто с телефона и когда может быть у него входящий идет он скидывается вот так роман вновь тут да роман отвалился полностью услышали мой ответ но практически более менее понятно что стало да так ну вот смотрите такой самый конечно простой вот такой вопрос вот уже сейчас как я и говорил много децентрализованных всяких платформ каждый заявляет вложите в нас и так далее ну вот почему мы должны именно вас складывать поточнее вот как вообще если у вас что сейчас нам показать вообще какой-то продукт живой я не знаю или это просто идея может быть вас не было когда я антону рассказывала его не было да у нас сейчас активно идет разработка то есть 10 человек не сидят без дела вот мы сейчас с Артем находимся в нашем офисе у нас про тип будет уже в публичном доступе концу недели бы в начале следующий а то при село до самого при село а мы опубликуем альфу в которой вы тоже уже можете смотреть многие функции и красиво у нас будет уже более-менее полноценная бета то есть мы будем постоянно по мере разработки и готовности выхода в прот добавлять различные функции то есть все пользователи могут видеть трекшн развитие вообще того как происходит работа над продуктом еще до того как мы скажем ребят пришла пора покупать наши токены то есть вы придете на при село и вы будете видеть вы и сейчас можете видеть что работа идет я хотел бы добавить важный момент на мой взгляд чтобы не было какие-то недопонимания альфу и бета про которые говорит Алексей это функционал реализованный в деморежиме что это означает это означает что этот продукт а то скажем так своего релиза а релиз это не то что до село это уже готовый продукт не будет работать с настоящими деньгами с настоящей криптой я считаю это важно почему потому что это продукт который должен посуществовать определенное время в продакшене с определенным количеством пользователей только в деморежиме то есть именно на этом а может мы сможем это решение обкатать протестировать что называется геоаде из ракса стейстинг вот собрать обратную связь понять что пользователю нравится что необходимо доработать снять соответствующие метрики провести ауди и релизную версию продукта которую который будет являться с контакт самой первой отправной точкой работы с настоящими деньгами будет выпущена уже с учетом всей этой информации так и в этом понятно но вообще вы как почему вы именно и все решили почему вам своими силами это раз у вас есть платформа как бы ну реализуйте пойдите к фондам зачем именно на и все привлекать роман стоит понимать во первых своими силами 32 миллиона долларов да как бы вот я не могу все за эти выложить из кармана это раз вторых работ с фондами традиционными мы изначально с ними и планировали работать то есть сейчас мы приостановили потому что все-таки посмотрели в сторону все почему все здесь мы не только может привлечь средства для разработки мы здесь привлекаем наших целевых пользователей то есть те люди которые покупают токены которые вообще являются активными пользователями сообщества не пользователями участниками они ставят ядро нашего комьюнити то есть этот продукт изначально будет для них и про них в дальнейшем мы уже будем популяризировать вообще такой рот вид инвестиций и привлекать сюда людей из традиционных рынков надеюсь я понятно объясню так и вот у меня такой вопрос я так понимаю на вашу платформу фиате может будет заводить деньги правильно изначально фиат не будет предусмотрен смотрите какая это история технически здесь нет ничего сложного но здесь больше юридических вопросов возникает в приеме фиата то есть если в в анализе мы будем принимать фиат с этим проблем нет то как бы понятнее объяснить мы мы планируем предоставлять сервис по конвертации крипты фиат но он может быть доступен только тогда когда это возможно в рамках той или иной юсдикции нам стоит понимать что пользователями платформы будет не моногосударственные пользователи да то есть это могут быть люди из англии из америки сингапура ну и так далее и в зависимости от положения дел в их стране мы эту функцию будем реализовывать то есть она может быть доступна только там гражданам определенных стран также роман стоит понимать что платформа децентрализован то есть мы не храним у себя никаких средств средства которые передаются управление они находятся всегда на счетах инвесторов но для того чтобы мы могли сопроводить полный цикл входа в крипту такой сервис нужен и он актуален и мы планируем его реализовать но как у какую юридику юрисдикцию предусмотреть для реализации именно это потому что на сегодняшний момент как бы все говорят что это реализуют но по пальцам пересечено здесь стоит понимать юрисдикция расположение нашей компании где находится наш юрлицо где происходит наша операционная деятельность не влияет на возможность граждана допустим российских гражданин российской федерации водить крипту если вы зафер покупать крипту если это не предусмотрено в рамках страны нахождения пользователя то мы это реализовать можем сейчас в рамках эстонии в англии надо у юристов на самом деле уточнить еще есть юрисдикции где это возможно реализовать соответственно с их мы и начнем да так хочу добавить о том что правильный вопрос да я даже на самом деле понимают куда взялся вопрос про пиат да наверное стал момент когда я рассказывал про то как будет проводиться сио я поясню а значит по поводу фиата на прессе его есть его это рабочая схема все мы например знаем айсио поливиус они принимали фиат принимали его через компанию который я считаю партнерские услуги амбисепи да собственно у нас точно такая же история с open ledger и эта схема является абсолютно легальной абсолютно законной покупки токенов за фиат через соответственно их решение она легалом полностью обеспечить что касается в принципе покупки криптовалюты для того чтобы осуществлять деятельность на платформе а сейчас мы объективно понимаем что юрисдикции для того чтобы делать это легально практически нет есть европа есть отдельные банки которые работают в швейцарии есть в эстонии всего в европе сейчас только 16 банков которые работают криптовалют объективно мы понимаем что это не массы и это не то что можем сделать мы в рамках нашего продукта тогда когда он будет выходить почему потому что эти факторы зависит не от нас как рассказал алексей технически здесь нет больших проблем здесь по сути нужно просто интегрироваться с банком который будет предоставлять такое решение мы не банк это не наш бизнес а и вот крипту за фиат мы реализуем сразу же как только она это станет легально основной наш бизнес это платформа это то место где инвесторы и трейдеры будут коммуницировать где они смогут делать дверительное управление где не смогут зарабатывать делать свои портфельные а вот вот фиат чтобы купить крипту это что называется техническим языком это фича это такая приятная комфортная возможность технически она будет реализована сразу же как только это будет легально тех странах где соответственно мы будем работать где у нас будет большая популярность значит у вас цена на при айсио какая и на айсио и почему разница такая на прессе у нас ценник паулаще то есть в первые дни будет больше дисконт следующий меньше мы даем дисконт от 50 до 30 процентов то есть примерно примерно вот эти до 30 процентов то есть в первый день будет 50 процентов дисконт то есть сколько центов один так и будет стоить пять центов соответственно в дальнейшем шесть семь и на на самом айсио он будет стоить десять центов но мы наверное тоже подосмотрим какую-то градацию градацию бонусов 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 в зависимости от размера суммы на которые приобретаются токены и от периода а эмиссия токенов сколько мы выпускаем токенов смотрите эмиссия немножко плавающая то есть нет фиксированной суммы цифра которая мы имитируем потому что как я сказал первый день при сио одна цена на токены второе там другая мы можем закрыть при сио в первый день соответственно эмиссия у нас плавает но дополнительная эмиссия после всего происходить не будет и наверное этот вопрос был именно о том сколько мы себе оставляем токены мы в любом случае оставляем себе 25 процентов 75 процентов будет реализован а я поясню еще момент да почему миссия плавающая чтобы все поняли да потому что мы когда проектировали собственно модель проведения сио внутреннее решение что наши базовые валюты является доллар не эфир может быть это несколько не модно крипто комьюнити когда шапку ставить шапку ставить в эфира но на наш взгляд намного разумнее сейчас это делать в долларах почему потому что если мы с вами посмотрим на график эфириума мы будем наблюдать скачки просто собрать денег эфире это одно наш токен сейл ориентирован на то чтобы привлечь средства на разработку платформы именно поэтому когда мы детализировали расходы мы понимали что мы все с вами сейчас все равно живем в доллару в мире и расходы которые мы будем нести на разработку и все те другие этапы которые я и алексей уже говорили они будут здоровы именно поэтому эмиссия у нас зависит от текущего курса эфириума на момент при асио и асио на конкретный момент да вот для того чтобы дойти до той или иной шапки именно в долларовом эквиваленте да и немножко по маркетингу вопрос у вас у меня остался получается по конкретней почетче план вы скажите вы сейчас говорите выходите с фондами разными переговоры ведете с крипто фондами традиционными фондами в дальнейшем модель вообще продвижения ну вот допустим кто-то вам выделить кто-то не выделить а нужно собирать деньги для реализации проекта что точно в этом собираетесь делать ну может быть также рекламу выходить или какая у вас на хождение по фондам это принципе не маркетинг все мы начинаем то есть сейчас мы находимся на ранней стадии развития поэтому сейчас мы именно собираем комьюнити то есть мы не используем их то больших рекламных бюджетов то есть мы сейчас формируем ядро нашего сообщества это просто люди которые заинтересованы в дальнейшем естественно после проведения прессио мы планируем использовать все популярные известные доступные каналы привлечения трафика заинтересованных людей которые может быть интересен наш токенсов это таргетинг это таргетинг в фейсбуке это ppc это естественно больше трафика это статьи потому что мы сейчас знаем что это все стоит больших денег и недостаточно просто написать хорошую статью и нужно опубликовать то есть с этим я не вижу каких-то существенных трудностей то есть главная задача это сделать хороший продукт хорошее позиционирование и чтобы твой проект был убедительным чтобы люди тебе верили дальше именно распространить это это на самом деле сейчас вопрос денег я немножко добавлю да резюмирую что сказал алексей у нас сейчас как мы уже говорили выходит очень скоро прототип мы собираем комьюнити для чего потому что мы хотим в первую очередь рассказать рассказать сообществу и по сообществу в первую очередь потому что только она объективно оценит эту идею в полном объеме мы хотим об этом рассказать у нас есть блоги у нас есть люди в команде не технически естественно которые занимаются написанием статей и их публикации на нашем канале в телеграме на реддите на медиуме и так далее сейчас мы сейчас мы в той стадии когда мы рассказываем людям собираем мнение вот следующим этапом соответственно будет уже более глобальный маркетинг который будет ориентирован в первую очередь на привлечение трафика людей для проведения токенцево мне вот единственное в вашем ICO смущает сумма 14 миллионов ну как-то она нецелесообразна для просто платформ децентрализован потому что как бы я примерно знаю себе стоимость этой платформы куда 14 миллионов будет деваться и как потом нам как инвесторам допустим их вытаскивать это вот не совсем конечно еще понятно и вообще насколько реалистично будет токен расти после выхода на биржу может он обрушится как в том же Polybius даже свое тут не успеешь грубо говоря вывести ну я в принципе по отдельности отвечал на все эти вопросы сейчас их соединим во-первых почему 14.2 я рассказал но и на самом деле тут не нужно считать что это все дешево и просто мы сейчас видим что на самом деле там чуть ли не по сайтам по продаже корма люди хотят на ICO собрать 30 миллионов ну это действительно как бы смешно здесь мы открыто говорим что наша татья расходов на разработку это 3.2 3.2 миллиона дальше это вопрос масштабирования почему именно 14.2 тогда да а не 30 можно освоить и 30 нам нужно создавать дефицит потому что если если все желающие купят токены на ICO то не будет желающих покупать их после соответственно этот будет фактором огрушения курса раз два многие проекты не предлагают никакого продукта где можно уже использовать токены либо он совсем не тянут за уши наш токен уже будет использоваться после ICO для того чтобы пользоваться функциями платформы это второй фактор который будет держать цену токена после ICO третий фактор не знаю стоит об этом рассказывать или нет но в любом случае если мы договоримся с фондами то мы рассчитываем с ними на продолжительную работу то есть наша бизнес модель она реальная то есть мы тут не строим никаких розовых фантазий мы знаем сколько мы можем генерировать выручки сколько из нее будет оставаться чистой прибыли сколько будет направляться на байбай байбай ну обратный выкуп будет стимулировать рост соответственно имея какие-то договоренности хорошие контакты с крупными игроками которые будут заходить на пресейли на основном токен сейли мы можем рассчитывать что на начальном этапе они будут являться маркетмейкерами и поддерживать стоимость токена это я просто не кулятивная на бирже я также добавлю еще такой момент да может быть он не прям сто процентов темы но это важно да программный продукт это здорово да это то что мы выпускаем то что будет работать но еще важный момент пользоваться да и на наш взгляд на первом этапе на этапе релиза одного только маркетинга его не будет достаточно для того чтобы наполнить платформу комьюнити наполнить ее инвесторами поэтому уже сейчас у нас есть во-первых контакты с трейдерскими сообществами которые будут являться первыми самыми трейдерами на нашей платформе в рамках демо счета они будут подробнее скажу демо счет это чай балансы компании это то каким образом мы будем симулировать пользователей пользоваться нашим продуктом это первое да второе все те данные которые мы будем собирать пока работает демо счет а уже будут составлять некоторый рейтинг для этих самых трейдеров да которые они в дальнейшем смогут использовать на уже реальном говорительном управлении это первое а второе это откуда инвесторы откуда деньги маркетинг одно да также определенную часть средств у нас в этой переуказано сколько от сборов это будет наверное часть небольшая сейчас точно не полный процент но она будет направлена на то чтобы передать наиболее скажем так хорошо зарекомендовавшим себя трейдерам с рейтингами в режиме демо счета эту сумму в управление соответственно это в первую очередь наполнение платформы деньгами и настоящими пользователями с настоящими рейтингами во вторую очередь это также а является источником дохода но понятно у меня в принципе так вроде все мне мне лично что понятно а что побольше людей как бы брали брали именно инвестиции привлекают на проекты как бы как правило с которыми болеешь которые готов осуществлять а не просто собрать деньги уехать на остров знаете я вас очень хорошо понимаю ситуация такая я еще поясню да все мы начинали с алексей мы наверное как и многие начинали в крипте с торговли мы начинали с торговли торговали сами после этого быстро скажем так перешли на алго трейдинг и вовлекаясь крипто комьюнити общаясь с людьми не из них мы пришли к выводу о том что с учетом скажем так доходности текущих и прогнозируемых это очень хороший сервис это то что действительно людям нужно сейчас да если бы на тот момент когда я скажем так познакомился с криптовалютами как технической стороны так и со стороны профитабилити если бы такой продукт уже был я бы им пользовался и результат наши исследования показали что если бы такой был продукт был уже прямо сейчас на рынке им бы тоже очень активно пользовались и люди которые не хотят сами торговать не хотят проводить новостной анализ не хотят проводить технический анализ у них просто есть деньги, они готовы передать их в доверительное управление и на них как-то заработать, таких людей много. И наш продукт будет являться для них отличным для этого решением. Интересно. Кстати, тут небольшой нюанс. Вот есть технический, есть фундаментальный анализ. Я слышал, что технический с криптовалютами не работает, потому что там шарашит так, что только на фундаменте вывозишь. На самом деле... Вы занимаетесь, ребята? На самом деле отчасти это правда. И это подтверждает, скажем так, тот факт подтверждает довольно успешно известные криптотрейдеры. Например, вот как раз именно цитату слову-слову я слышал от Кирки Левре, наверное, всем неизвестный персонаж. Я свое, исключительно свое мнение скажу так. Технический анализ, он работал и будет работать, но новостной здесь первичным. Сейчас ситуация такая, что на рынке нет регулирования, поэтому новостной играет здесь... Новостной фундаментально играет здесь столь существенную роль, что технически... Место технического анализа, оно очень маленькое. Поэтому есть мнение, что он не работает, и на сегодняшний момент в рынке я с этим согласен. Да, но ситуация такова, что в любом случае рынок будет меняться. Понятно. Мы видим, что он будет наполняться ликвидностью, то есть он сейчас очень маленький, и крупный игрок может, в принципе, зайти на какую-нибудь из популярных бирж, даже на крупную, и обрушить курс так, что никому мало не покажется. Но это текущее положение к делу. Оно будет меняться. Для этого и нужна будет такая платформа, потому что здесь профессионалы. Они на то и профессионалы. Они могут работать при тех или иных предстоятельствах. Если человек при текущей ситуации хорошо зарабатывает, она будет меняться, его показатели будут падать. Ему меньше будут доверять свои средства. Здесь здоровая конкуренция, которая будет стимулировать трейдеров, портфельных управляющих, становиться лучше развиваться вместе с рынком. Ну, в принципе, да, говори. У меня последний такой вопрос, именно больше, может быть, технический. Вот смотрите, сейчас есть биржи, в принципе, можно трейдеру передать через API ключи, он торгует, и там видно будет эти торги, в принципе, все ордера. А у вас на платформе, если передать тому же трейдеру, там более безопасно, да, потому что там исключается, вы говорите, будет какой-то алгоритм вшит, чтобы он там в убыток не продал, правильно? И вот там видно будет точно так же, как и через API, то есть ордера, ведь это мой же депозит. Я поясню. Я, наверное, начну, Алексей продолжит. Насчет API, передавать свои API ключи напрямую трейдеру в нашей платформе инвестор не будет. Он передает их платформе. Платформа на основе этих ключей генерит свои ключи и передает трейдеру именно наши ключи. только таким образом мы можем быть уверенны в том, что трейдер работает через нашу платформу, через наш шлюз. Такая схема. Инвестор передает свои API ключи платформе, а платформа генерит на их основе свои ключи и передает их трейдеру. Все запросы на выставление ордеров идут через нашу платформу, через нашу экспертную систему и далее уже используя API ключи трейдера, API ключи инвестора, прошу прощения, запросы будут уходить на биржу. А, конечно же, конечно же, инвестор, ему ничего не мешает просто под своим логином и паролем, двухкакторной аутентификацией зайти на биржу под своим аккаунтом и посмотреть, что происходит, какие ордера от его имени выставляются, он сможет. Но централизованно и массово публиковать информацию о том, как работает трейдер, по какой стратегии он работает, мы не будем, потому что наше мнение, что стратегия это исключительно, скажем так, интеллектуальная собственность трейдера и широкой публикации она не подлежит. Да, я тут тоже добавлю. Роман сказал, что у нас будет волшебная система, которая не будет давать сливать минус. Но нет, это, по сути, была бы кнопка бабло. Наша система будет блокировать сделки, которые сразу направлены на слив депозит. Это либо слив, либо мошенничество. То есть, не знаю, без нашей платформы вы передали API-ключ какому-то трейдеру. Он встал на свою ногу и думал, ну пошло это все, поеду я отдыхать. И взял и просто слил. Какой-нибудь шлак пил и все, нет вашего депозита. Это первый момент. Второй. Есть мошеннические схемы, по которым, имея ваш API-ключ, можно перелить себе средства инвестора. То есть, в принципе, это вообще элементарные алгоритмы. Я не буду их сейчас рассказывать, потому что вдруг там завтра мы проснемся, а там все ищут себе деньги в управлении и принимают ключи. Но вот именно такие операции будет блокировать система. То есть, это не волшебная кнопка, которая будет всегда вам давать доход. Это та экспертиза, которая не даст вам лишиться средств из-за того, что по ту сторону платформа будет недобросовестный трейдер. Понял. Ну, а в том алгоритме, о котором вы сейчас говорили, я тоже знаю, как это делается. Ну, это самый простой. Но если посмотреть на Форекс, то там можно их столько найти. Не знаю, стоит его проговорить в эфир или действительно завтра начнут им пользоваться. Пошла, пошла. Пошла жара, но через час. Единственное, знаете, что… Радим за токены, да? Да, да, да. Что меня в данном случае сейчас пока смущает, то, что вы все говорите в будущем времени. Все у вас шаги пока что в будущем. Не надо, наверное, подождать, когда вы это начнете реализовывать, чтобы уже посмотреть. Вот. Ну, это… Я, может быть, скептик в этих всех вещах. Вот. И получается, что вы начнете… Ну, какая-то уже у вас появится картина к концу этого месяца, да? К концу этого месяца появится уже такая довольно обширная картина. А так мы… То есть, что-то уже можно будет там пощупать, как говорится, посмотреть, потыкать… Да, но здесь стоит понимать просто как бы… Это вообще больше по части Артема, что разработка программного продукта не так, что мы нарисовали картинку… Это понятно, это понятно. То есть, там очень большая часть по бэковой части, чтобы это все было безопасно. Ну, здесь лучше к Артему, но сами понимаете, что здесь работает много. Мы работаем над проектом с мая. То есть, тогда мы начали формировать команду, а сейчас у нас уже большая часть команды на full time сидит, потому что мы понимаем, что такой тяжелый продукт мы не сможем выпустить, если люди будут работать полсилы. Ну, Артем, то есть, получается, к концу месяца и будет что пощупать, правильно? Что именно пощупать? Да, пощупать на самом деле можно будет раньше, чем к концу месяца. В принципе, посмотреть на то, как это будет выглядеть. Сейчас у нас уже на сайте white paper есть… макеты. Там можно на это посмотреть. Как только выйдет первый прототип… Да, это же неинтересно. White paper сейчас вообще не читают. Правильно? Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, смотрят наш сайт. Что касается пощупать. Да, как только выйдет первый прототип, уже можно будет что-то пощупать. Далее функционал будет наращиваться и к концу месяца он уже будет представлять в демо. Напомню, в демо-режиме ни с какими реальными деньгами он будет показывать, каким образом пользователь использует программный продукт. то, каким образом пользователь выбирает себе трейдера и передает им великие управления что-то и так далее. Да, пригласить. То есть, можно будет трейдера со стороны и он проверит ваш продукт, посмотрит, как он что, да? Ну, то есть, не проверит, а просто пощупает, как говорится, по-нашему, по-деревенски. Да, можно. Ну, на мой взгляд, намного интереснее и полезнее было бы пригласить не трейдера, а пригласить потенциального инвестора. Почему? Да, я поясню. Потому что трейдер, он что делает? Он торгует. У него есть трейдинговый терминал. Мы все эти терминалы видели там на всех биржах, они все отличаются, но смысл тот же самый. И трейдер, он сможет как-то на это посмотреть, но какой он даст фидбэк? Он может сказать, вот здесь кнопку лучше подвинуть, а вот тут свечи пошире. Ну, нет, смотрите. А у вас инвестор? Да, как я думаю. Извиняюсь, что перебью. Мы пригласим трейдера, например, он начнет в прямом эфире смотреть, мы пригласим других трейдеров, которые будут просто смотреть. И если платформа для трейдинга, ну, грубо говоря, да, то он скажет, даст фидбэк. Удобно она, неудобно. А инвестор тоже может пригласить. Им это вообще-то лампочкой картинкой. Им главное, чтобы бабло было. И согласен или нет? Почему? Потому что, как уже говорил Алексей, наш продукт, он прежде всего для инвесторов. И, наверное, может быть, это какой-то наш интерес. Но нам действительно важно было бы услышать мнение инвесторов о том, нравится ли ему продукт, что бы он хотел в нем изменить и что бы он хотел в нем увидеть для того, чтобы он стал пользователем нашей платформы. Ну, правильно. К инвесторам. Все верно. Зачем эти трейдеры? Сидят там в этих графиках. А инвесторы, да. На самом деле, по трейдерам мы еще на начальной стадии разработки общались с известным трейдером Тоном Вейсом, бывшим сотрудником JP Morgan. И, в общем-то, он нам доходчиво объяснил, что мне без разницы, как это выглядит. Главное, чтобы я получал деньги в управление. В чем суть? Мы не будем ограничивать возможность трейдеров торговать так, как им удобно. Вот Артем упомянул, что есть трейдинговый терминал. Он сможет торговать через наш, либо интегрироваться своим. То есть, мы не будем принуждать осуществлять торговлю прямо на нашем интерфейсе. Основной критерий – это то, чтобы мы будем иметь доступ к посмотру истории его аккаунта. То есть, CPI-ключер все равно передает. Нам не так важно, через что он торгует. Мы все это видим. Все равно все это проходит через наш пластин. Алексей, здесь имел в виду, что наш программный продукт предоставляет не только веб-интерфейс, какую-то модную, но и открытый API. Соответственно, уже по данному API можно интегрировать свои графические решения, можно интегрировать алго-трейдинг. А в данном случае у нас с точки зрения нашего продукта никаких проблем нет. А на базе вашего продукта робота же можно запустить? Я поясню, что вы под этим имеете в виду. Если у вас есть свой робот, то, по сути, все, что вам нужно в данном случае сделать, это адаптировать его алгоритм, написать интеграционный слой под наш API. И, соответственно, иметь необходимый, что называется, credentials, доступ. Это может быть логин-пароль, это может быть хэш-код, это может быть RCA. Ну, заказать робота у вас, вы же их делаете? API-ключ. Заказать робота у нас, я вам скажу так, это не то, чем мы занимаемся с Алексеем профессионально. Это то, с чего мы начинали, но написание торговых роботов – это не наш бизнес. Я понял. Ну, есть смысл подумать, там, соберете, сколько там, 13 миллионов? 14. Вот. Соберете, и можно вторую ветку раз роботов. Это же вместе, как это, upsell. На самом деле, Артем не упомянул, у нас планируется написание простеньких роботов. Ага, вот, вот, вот и наше. Но это будут не такие роботы в традиционном понимании, то есть это будут простые алгоритмы, которые могут быть интересны не трейлерам, а инвесторам. То есть инвестор может просто воспользоваться подпиской и простенького робота. Инвестор, давайте. Я записал, что в конце месяца у вас выход на прессе. Попробуем к концу месяца, начало следующего, посмотреть, что у вас там будет в итоге. Инвесторы есть, можем пригласить. То есть тот же самый Роман, скорее всего, может поучаствовать. Он же тоже, как инвестор, скорее всего, может выступать. Его же Apple Watch часы, то есть у кого Apple Watch все могут деньги выкладывать по-любому. Вот. Поэтому инвесторы есть, как минимум штуки три, наверное, мы можем найти хороших инвесторов. Вот. И давайте, может быть, тогда, как говорится, в прямом эфире встретимся еще раз. Пока загадывать не будем, но такая идея очень хорошая, я думаю. Вот. Они зададут вам вопрос, потому что там, как правило, насколько я знаком с инвесторским миром, ну, который в фиате работает, ну, фиатным мышлением, по сути, если вам такие интересны, то они очень в технологиях просты. Они не понимают ничего, но они готовы вкладывать, если увидят прибыль. Они это чуют. Поэтому инвесторы, по сути. Вот. И вот на таких простых вопросах можно разобрать то, что у вас будет. Мне кажется, будет интересно, если будет уже что-то готовое, да? То есть к концу месяца. Окей, ребят. Какие-то вопросы есть еще, Рома, может у тебя? Ну, в принципе, мне все понятно. Я думаю, может у аудитории там есть такие вопросы? У аудитории пока нет. Запросили у ребят контакты. Я потом скину Юрию Норицыну контакты в Телеграме. Свяжутся. Тогда спасибо, что были у нас в гостях. Артем, Алексей, Роман. Ждем тогда вас, Алексей и Артем, ждем вас в конце месяца. Скорее всего пригласим вас, когда у вас будет при ICO. Вот. И посмотрим, как говорит Гоблин. Будем посмотреть, что у вас там в итоге получится. Все. Всем спасибо. Спасибо за дискуссию. Всего доброго. А зрителям предлагаю посмотреть интересный ролик по блокчейну. Тут недавно вышел на гитхабе анимированный. Сейчас подрублю. Сейчас подрублю. Сейчас подрублю. подрублю. Сейчас подрублю.